Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей. Добро пожаловать во второй выпуск нашей новой рубрики. И сегодня он посвящен компании Apple, а конкретно двум интересным новостям. Что ж, не будем затягивать с приветствием. Не забудьте подписаться на канал. Я желаю вам приятного просмотра и давайте начинать! Apple готовит самый маленький iPhone 12 mini. Впервые в истории компания выпустит модель под названием mini. И вся линейка выглядит примерно так. iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max. Похоже, что модель под названием iPhone 12 mini станет тем самым смартфоном с экраном 5,4 дюйма. По габаритам он будет чуть больше нового iPhone SE версии 2020 года, только с заметно меньшими рамками. iPhone 12 Pro Max по слухам станет самым большим iPhone в истории. Он получит экран с диагональю 6,7 дюйма. При этом все четыре модели в новой линейке получат OLED-дисплей. И это тоже впервые. В прошлом году с OLED-дисплеями были только iPhone 11 Pro и 11 Pro Max. А iPhone 11 получил IPS-экран предыдущего поколения. Информации о презентации iPhone 12 пока нет. По слухам, Apple перенесла презентацию на октябрь, чтобы выпустить нужное количество смартфонов к старту продаж. Задержка произошла из-за коронавируса. В прошлом были слухи, что этот iPhone 12 mini будет стоить даже дешевле прошлогоднего iPhone 11. Так что если курс рубля не будет резко падать, в России можно ждать цену в 55 или даже 50 тысяч рублей. Еще одна не менее интересная новость компании это то, что сервисная программа Apple Care Plus пришла в Россию. Сервисное обслуживание по всему миру, подменное устройство на период ремонта и многое другое. Компания Apple объявила о запуске в России специальной программы сервисного обслуживания Apple Care Plus. Эта программа включает в себя расширенное сервисное гарантийное обслуживание. При покупке большей части устройств Apple предоставляется ограниченная гарантия и до 90 дней бесплатной поддержки. Однако если устройство отвечает ряду требований, можно дополнительно приобрести программу Apple Care Plus. В программу входит международное покрытие, устройство купленное в России можно будет обслужить в любом Apple Store или в авторизованном сервисном центре по всему миру. Услуга Express Replacement для владельцев iPhone. В случае, например, механического повреждения, пользователь может обратиться на горячую линию Apple, где ему предложат подменное устройство на период ремонта. Также программа включает до двух ремонтов в год в случае механического повреждения устройств, включая разбитый экран. Для владельцев Mac доступна услуга ремонта на дому или в офисе. Любое поврежденное устройство, включая Mac, клиент сможет отправить в сервисный центр посредством авторизованной курьерской службы. Услуга доставки будет бесплатной по всей территории России. Помимо гарантийного обслуживания, пользователям будет обеспечен круглосуточный приоритетный доступ к службе поддержки Apple для консультации по всем вопросам, включая работу операционных систем и приложений Apple. Программа Apple Care Plus распространяется на все устройства Apple, представленные в России, включая iPhone, iPad, Mac, iPod, Apple Watch, а также наушники AirPods и Beats. Программа приобретается для конкретного устройства и привязывается к серийному номеру. Приобрести Apple Care Plus можно как в момент покупки техники, так и в течение 60 дней после. Стоимость программы варьируется в зависимости от конкретного продукта. На этом я буду заканчивать, друзья. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Под предыдущим выпуском вы оставили множество комментариев с одобрительными отзывами о новой рубрике. Мне безумно приятно, что вы поддерживаете эту идею, и поэтому я буду вам благодарен, если вы и под этим выпуском оставите свои пожелания и отзывы. Обязательно подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск, и обязательно поставьте этому выпуску лайк. Не забывайте, друзья, подписываться на наши полезные каналы Instagram, Telegram, TikTok. Все ссылки будут в описании. Ну и я еще раз благодарю вас за просмотр. Желаю успехов вам и вашим близким. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok